поехали вот я уже в тестировании 9 лет основные вещи которыми я занимаюсь это тестовые процессы оценка тестовых процессов о чем я сегодня буду рассказывать из дизайн личная эффективность данный момент я работаю компанией pandan dog или дом также иногда веду какие-то курсы по тестированию вот по тем темам что мне наиболее интересно также я вхожу в программный комитет из кида из в свое время сдал сертификацию stqb так что если так по хэштегам что-то у нас совпало подходите в куларах пообщаемся может что-нибудь вам подскажу теперь непосредственно собственно перейдем к теме так ладно ну так как у нас суббота у нас будет две части как обычно это теория практика приблизительно 50 на 50 поэтому начнем ну собственно тема аудитов я я начал заниматься еще года два назад то есть тут я буду наверное рассказывает достаточно общие вещи если у вас будут конкретные вопросы кто-то уже сталкивался с чем-то таким своеобразным интересным добро пожаловать задавайте вопросы в конце доклада я знаю что человеку который задаст лучший вопрос полагается маечка на ресепшен вот я там правда сразу размерами ничего не знаю но надеюсь ваш размер еще остался так что начнем в принципе начнем с того что такое аудит аудит это ну естественно какая-то оценка процессов на соответствие каким-то стандартам тут достать ничего в принципе сложного нету то есть берешь просто какой-то большой такой чек-лист и по нему оцениваешь смотришь как-то критерий соответствует не соответствует вот ну если бы я рассказывал просто про аудит собственно на этом слайде мы мы закончили перешли к вашим вопросам я вам расскажу хочу рассказать немножко другому аудите аудит который так скажем зависит от контекста вашего проекта чем он лучше ну как мы все знаем тестирование она как зеркало она отражает все процессы как бы все недоработки на предыдущих этапах то есть если скажем чуть-чуть задержался бизнес аналитик он никогда не узнает что там что там произошло у девелоперов что произошло у тест тестировщиков и так далее тестировщик он непосредственно предпоследнее звено уже после нас только заказчик поэтому он так человек который стоит так скажем за всеми и все видит он прекрасно видит все те недоработки которые возникают на предыдущих этапах проверка по чек-листам недостаточно эффективно потому что некоторые вещи которые вам предлагают и советуют как самые продвинутые самые лучшие вот по аудиту вот сделайте вот это и у вас будет там уровень 5 а что такое уровень 5 для вашей компании ну он не никак не связан с вашими бизнес целями с целями вашего отдела тестирования поэтому мы решаем конкретную проблему которая есть у вас на проекте мы покрываем весь жизненный цикл то есть смотрим исправляем реальную причину если она возникает вначале мы ее видим в конце значит мы думаем как ее исправить чтобы она дошла используем факты какую-то прозрачность они shift to green кто знает что такое shift to green ну лишь бы работала тоже хороший вариант на смотрите как происходит приходит тест менеджер поджиг менеджером говорит у нас плохо поджиг менеджер знает что тест менеджер такой достаточно большой пессимист он приходит к своему начальнику скажем к заказчику говорит но у нас немножко плоховато что для заказчика означает плоховато ну в целом хорошо ну и на репортует своим клиентам которые у него используют софт все хорошо то есть таким образом проблема которая была красная изначально она зазеленела и все прекрасно то есть вот пока прошла через всю эту цепочку то есть об этом следует помнить аудит цель аудита не того который по стандартам там в принципе все понятно мы стремимся на какую-то ступеньку если мы находимся на ступеньке 2 мы стремимся выйти на ступеньку 3 если на ступеньке 3 то на ступеньку 4 чтобы показать этот сертификат соответствия заказчику и сказать что вот мы самые крутые у нас четвертый уровень соответствия тестовых процессов такой-то модели вот нам нужно нанести пользу непоправимую мышь тестировщики вас должно что-то не устраивать вот какие-то соответствия стандартам ну это не для нас выясним что болит сильнее понятно что если мы будем говорить о треугольнике время качество деньги или ресурсы может нужно подчеркнуть тени или ресурсы то понятно что хочется всего но к сожалению ну может даже и к счастью мы выбираем что-то одно что улучшаем то есть как это но в математике называется зафиксируем все измерения кроме одного и начинаем одно это измерение улучшать нужно разбираться с контекстом то есть если что-то не работает мы мы не останавливаемся на том что у нас это перестала работать и все задаем вопрос почему как можно сделать чтобы она работал кроме того изначальная проблема с которой мы приходим к аудиту она может оказаться не глава немножко чуть позже на примерах я вам это покажу внутренний аудит не работает обычно по трем причинам то есть искажение свое всегда работает разработчики это знают и мы знаем про код разработчиков что у них все на их так сказать на их dev environment и все прекрасно работает только почему-то на тест environment и все перестала работать недостаточно опыта если мы марь варимся внутри проекта ну как выходить из этой ситуации это нужно общаться с коллегами ходить на конференции там сдавать сертификаты и так далее ну еще ресурсы то есть проблема обычно решается тем что любую дырку любой недостаток мы закрываем тем что берем и говорим вну тут же все понятно вот у нас все работают замечательно давайте еще добавим ресурсы вот на недостающую задачу есть проблема нужен человек и мы все решаем ну и люди соответственно они будут заблуждаются не владеют информации об этом тоже следует помнить в том числе помнить и когда вы делаете внутренний аудит и когда вы делаете аудит со стороны как бы аудит оценку процессов тестирования и смотрите как она модели аудита тем не менее я говорил что есть какие-то стандарты ну и я как минимум должен парочку из них назвать темы май наверно вам меньше знаком но я наверное если назову cm и май все знаю да почти все все мама это все процессы а темы май это именно тестирование связанное тестирование то есть против уровней зрелости так называемых матчурить и когда вы от абсолютного к стал хаосу приходите к самоорганизующимся мыси процессу который на улудни 3 очень интересная такая штука вот есть такая модель теперь то есть то есть но достаточно прозрачным как мне кажется потому что она немножко проще и вы можете использовать на более маленьких проектах это есть ключевые ирии так тут указка работает интересно давайте попробуем да вот есть ключевые ирии то есть тут в принципе все стандартно стратегии организация коммуникации репортинг есть какие-то чек-лист вопросов то есть вы смотрите отвечаете на вакина эти вопросы да нет если да вы отмечаете чебок что это у вас есть если нет то отмечаете что этого у вас нет соответственно кроме того что можете смотреть по трем уровнем зрелости control efficient optimizing вы можете еще оценивать с точки зрения а зачем нам нужен например этот уровень control когда нам нужно скажем навести порядок дефект менеджмент процессе то есть принципе тут как достижение процессов уйдет вертикальная то есть какой-то уровень 1 2 3 так и по конкретной области где нужно что лучше вот список вопросов я не помню эту организацию но по моему французская какая-то перерыве вспомним расскажу ну как я говорил треугольник качества думаем что у нас здесь мы будем вытягивать какую из этих вершинок что изучаем во время аудита список на самом деле достаточно важны потому что хоть и все так понятно но тем не менее что то забывается мы оцениваем процессы очень важно не только тестирование но и процессы разработки управление требованиями конфигурациями развертывание сборка сборок она все достаточно сильно влияет например ну возьмем тут же развертывание сборок наш стандартный 8-часовой рабочий день если у нас сборка два часа там скажем тестовый сервер недоступен превращается в 6-часовой рабочий день и можно очень долго говорить об эффективности там автоматизации других практик но два часа есть два часа которые мы теряем каждый день из-за недоступности тестового сервера например и соответственно это влияет на процесс тестирования артефакты которые мы оцениваем это понятно наши дефекты требования тест-план тест-кейсы что тут интересного получается давайте непосредственно по процессу пройдемся что там есть инициация ну стандартная так скажем подготовка тут в принципе основное что понимаем цель аудита не запрос причину запроса у нас будет задание мы потренируемся когда мы задаем вопрос и наша первичная причина которую мы думали что надо улучшать она на самом деле не главное есть более глубинная причина с которой мы будем работать определяем ключевых лиц и назначаем интервью то есть ну как бы я не думаю что тут секрет открою что тестирование это не только ответственность команды тестирование ну как бы качество продукта это ответственность всей команды вот определяем планы сроки аудита запрашиваем артефакты заранее то есть я не сомневаюсь что это как почерк у всех разные все ведут по своему артефакты надо эти артефакты проанализировать посмотреть что же особенного есть у такого как например записывать те же самые тест кейсы какие поля ведут дефектах то есть это у вас будут непосредственно вопрос при этом вы видите что некоторые вопросы у вас появляются заранее то есть еще даже не наступил день первый аудита тут важно заручиться поддержкой с одной стороны понятно что чем выше человек который этот аудит запрашивает или который заинтересован в этих результатах тем лучше но с другой стороны этот человек менее доступен и поэтому вам иногда приходится быть более конкретным чтобы сформулировать эти причины объяснить почему и что и что вот нужно улучшать и кто главное будет это внедрять потому что насоветовать можно много а кто с этим работать кто внедрять кто будет это контролировать как это внедрение это уже еще один вопрос план встреч тут принципе стандартных кого интервью и обязательно незабываемый менеджера проекта и разработчиков и понятно что то следа и тестировщика каждого мы не опросим но тем не менее это очень интересно когда скажем картинка в голове это следа она может не совпадать с картинка в голове у обычного тестировщика вот то есть ну тут следует сверить картинку вот помните что люди врут заблуждаются и не владеют информацией вот ну и соответственно вы составляете агенту вашего теста как бы аудита составили мы дальше начинается непосредственно анализ вы анализируете вы проводите эти беседы провели беседы после каждой беседы у вас появляются какие-то гипотезы то есть они начинают ну вы анализируете подкрепляете эти гипотезы оба так я наверное выключил отлично в анализе очень легко закопаться возьмите выгрузку дефектов дефектов там тысяч то есть видим один замечательный дефект каждый дефект по-своему замечательный и легко в этом все зависнуть ну и в таком случае майкл болтон еще давно давно говорил что вместо того чтобы анализировать каждый дефект отдельно мы агрегируем собираем какие-то отчеты репорты таблицы строим те что дешборды может в джири например и анализируем этот репорт вот то есть мы не изучаем каждый баг мы смотрим на статистику статистик обрет но тем не менее и показывает правду тоже у вас появляются гипотезы гипотезы могут появляться очень разные напомните это важен контекст то есть если смотрите если люди не пишут тест-кейсы это не значит что они должны писать тест-кейс вы должны выяснить почему чек-листы приводят каким-то проблемам на более поздних этапах то есть скажем нету acceptance критерий по которым у нас тестируется соответственно по чек-листам один человек проверил так заказчик проверил так заказчик проверил по-другому запустил бак заказчик недоволен то есть вы разбираетесь проблемы приводите гипотез и соответственно у нас тут получается интересная ситуация гипотеза есть но их обязательно надо подкрепить то есть мы все обычно должны прийти не просто сказать что у вас вот так вы должны сказать потому что и при этом ваши обнаружения должны подкрепить какими-то вещами возможно придется сходить и спасить еще раз другого человека то есть ну в принципе аудит оценка процесса тестирования приблизительно половину времени вы погружаетесь контекст проводите все эти интервью анализ и собственно вторая половина это вы берете каждую гипотезу и и отшлифовывать то есть действительно ли гипотеза оказалась обнаружением как с которым нужно работать и после этого если она не оказалась то вы делаете повторный анализ но при этом как мы все мы все люди мы все не идеальны но тем не менее нам всем улучшаться гораздо проще если вы сначала похвалить не забывайте что в любом проекте при всех его недостатках есть какие-то достоинства отмечайте их и за во первых запоминайте себе то есть это ваш опыт на будущее вы будете знать как в другой ситуации действовать и в то же время людям тоже приятно что они что-то делают правильно ну вот собственно дальше отчет в отчете ключевое он не должен быть скажем так достаточно размытым то есть лучше говорите о том что вот мы обнаружили конкретную вещь мы рекомендуем в такую вещь именно к данному обнаружению и соответственно такое одно но такая рекомендация приведет вас к такому результату то есть ну таким образом показываете с чем вы работаете что вы рекомендуете именно для этой вещи и какого результата вы достигнете благодаря тому что вы будете делать и так для каждого обнаружения вот ну что давайте с практики тут в принципе тестирование с нуля это не совсем аудит получается то есть тут в принципе есть процесс но нет тестирования то есть какой контекст процесса собственно нет советовать можно много всего но тут нужен не аудит тут нужен просто тест лид тест менеджер в принципе аудит тут не нужен не успеваем все тестировать вручную нужны автотест давайте вместо одной проблемы получим две поэтому сначала нужно бы навести порядок в ручном тестировании разобраться что там за тесты и какие тесты покрывать автоматизации что у вас проверяют модульные тесты конкретно что проверяет так что проверяется на пи уровне и что проверяется на его уровне то есть нет ли у вас дубликации какой-то тестов не проверяете ли вы это все несколько раз на всех уровнях ну и на всем этим ваше ручное тестирование а вот есть процесс непонятно как бы на болит непонятно что где как проблему достаточно известная наводится метрик то есть тут принципе есть такая модель аудита я не включал сюда можете поискать гонг сквещен с метрикс то есть собственно у нас есть какая-то цель есть вопросы как достигнуть эту цель и есть метрики которые позволяют отследить прогресс к достижению данной метрики но в данном докладе я про метрики совсем скользко более поэтому какие метрики это уже было много интересных разных докладов стандартная проблема с регрессии кто из вас любит регрессионное тестирование я просто вижу сразу что лет одна рука есть а как часто вас проводится на разные недели у нас раз в неделю я уже не люблю регрессионное тестировать вот но проблема на самом деле самое интересное планирование регрессионного тестирования а прогон одних и тех же тестов это не самое приятное вот тут в принципе и риск-бэйс тестинг нам в помощь и влияние изменений и мини регрессии какие-то если у нас получается так что итерации достаточно большие может есть смысл вот среди этих двух месяцев не гонять какую-то регрессионное тестирование по две недели а разбить как-то внутри проводить через месяц какую-то часть регрессионного тестирования вторую часть после второго месяца если опять же применить какое-то влияние изменений и так далее оптимизировать тест кейсы тут все достаточно просто получается надо посмотреть что у нас тестах есть это может быть просто тест кейсы в то время как анализ дефектов найденных спорта на может показывать что чаще всего дефекты находятся там в сценариях то есть таких достаточно больших последовательностях и может быть стоит в регрессии подумать о том чтобы перейти от вот этих тест кейсов к тестовым сценарием и посмотреть соответственно кандидаты на автоматизацию что мы гоняем постоянно что она занимает достаточно много времени и так далее ну и вторая частью тут уже мне понадобится ваша помощь давайте проанализируем артефакты я скажу так дефекты они скажут о проблеме гораздо о каких-то проблемах гораздо больше чем стратегии тестируем давайте смотреть вот у нас есть дефекты по приоритетам и по статусу я думаю что так у нас аудитория небольшая тут все видно какие у вас есть предположения что так что не так спасибо действительно у нас но как бы скорее всего дефолтный приоритет я думаю p3 мне так кажется ну или p2 много все видят больше половины не в резонотах нормально я бы сказал извиняюсь резонотых у нас всего извиняюсь я перескочил 5 дефектов у нас 5 из там 300 но в принципе это смотря конечно какие там дефекты поживают но это полдня работы максимум как мне кажется я согласен открытых дефектов достаточно много тут можно конечно сказать что есть такой статус на на то есть там почти 10 процентов всех дефектов 25 из 281 но как бы полностью порядок навести не удается дефектах как бы если скажем 90 процентов все ок как бы это уже более-менее нормально вот с открытыми дефектами я с вами абсолютно согласен больше половины то есть чем мы занимаемся мы наверное пилим фичи 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 про баги забываем поэтому качество у нас тоже соответственно падает что там извиняюсь канцелд но канцелд у нас стать отдельный слайд будет мы с вами посмотрим кэнселд еще по резону хорошо спасибо давайте теперь по охотникам за дефект вот у вас команда тестирование что вы можете сказать ваших доблестных товарищ борис чем усложняет много канцелд дефектов то есть вместо того чтобы объяснять всей команде да почему дефект за канцеллен то есть может действительно стоит объяснить борису согласен может еще что какие идеи да да то есть но все видят бориса 14 16 дефектов то есть всей команде как бы ходить всем объяснять не нам не нужно конкретный человек виден сразу по количеству дефектов как бы я не услышал тут никаких обвинений на самом деле есть как обычно какая-то часть статистики которая нам недоступна например один человек работает по тайм соответственно в половину всего времени своего находит дефектов приблизительно может находить дефектов половину меньше чем другие есть такой вариант что не все прогоняют тест-кейсы тест-дизайнеры пишут эти тест-кейсы которые прогоняют скажем команда так тест-инженер вполне себе нормальное распределение в этом случае тест-дизайнеры тоже не будут находить много дефектов ну и наконец у нас есть заказчик то есть он назову всего 6 дефектов с одной стороны это немного с другой стороны вопрос почему все 6 дефектов заказчика открыты хорошо если это дефекты низкого приоритета ну и соответственно автоматизатор то есть автоматизатор да он нашел немного дефектов но дефекты найдены автоматизация это достаточно интересная штука которую можно сопоставить покрытие автотеста давайте еще это таблица багов по периодам что у нас там было мы приблизительно тут периоды по одной неделе то есть ну это по одной по каждой неделе хронологическом порядке все хорошо один человек в отпуске отлично да кто у нас там в отпуске да и смотрите регрессия раз две недели тут интересная штука что действительно стоит сопоставить количество найденных дефектов с итерациями проекта то есть очень интересно если мы находим багов вот 68 до вопрос на какой фазе если мы находим это во времени фичи тестин как бы все клево наверное я так думаю ну не все клево конечно но не так все плохо по сравнению с тем если мы находим эти 68 багов регрессии и при этом стремимся за релизится ровно через неделю у нас такой идет жестокий баг фикс если он идет конечно потому что судя по предыдущей статистике может оказаться ситуация что большинство багов остается открытыми платформы давайте с платформы тоже люблю этот слайд тут еще 5 iphone тем не менее смотрите да все критичные баги они найдены боюсь то есть хорошо давайте я вам расскажу еще маленький секрет ситуация близкой к реальной на самом деле но когда я тоже увидел эту статистику мне стало интересно неужели у вас так важен ответ оказался достаточно простым на андроиде работал один тестировщик на ios работало три тестировщика и все достаточно просто оказалось но в данном случае ну тут конечно показательно что на android тем не менее нет критичных багов при всех 38 но тем не менее может быть один тестировщик просто не успевал находить и постать столько дефектов может быть ему просто не хватало опыта так как он один был вот интересно что за конфигурация которая но тут как бы это уже вопрос конфигурация конфигурация это одна из штук которую можно достаточно хорошо оптимизировать я надеюсь и как бы уверен что многие в этой аудитории не гоняют все тесты тесты все на всех особенно во время регрессионного тестирования я понимаю new feature testing там нужно на всех браузерах проверить как она работает да а во время регрессии я думаю надеюсь что у вас есть какое-то разбиение на high priority конфигурации low priority то есть вы гоняете на каких-то только high priority но при недостатке времени таким образом вы экономите время и соответственно оставляете его скажем может на эксплуатере тестинг или еще на что-нибудь вот у нас был первый слайд помните по дефектам давайте посмотрим теперь по отклоненным дефектам тут есть причины что вы можете сказать по причинам вообще команда плохо общается может удаленная команда да там проблема в коммуникации вон фиксов может быть да действительно фикс этой проблемы стоит намного дороже чем скажем бизнес польза от этого скажем фиксов да тут на самом деле но все равно давайте хорошо как вы но с дубликатами тут принципе я думаю что все боролись немножко знает как как будем бороться с какими-нибудь давайте теми же но 3 produce что у нас есть какие вот предложения у вас есть как вы будете бороться если бы они были в лидерах тут бы было не 8 18 описано шаги хорошо то есть ну давайте еще к на 3 produce я вам немножко помогу есть внутренние к на 3 produce и внешние которые приходится заказчик описано шаги мы подошли команде объяснили что да давайте описывать шаги прикреплять логи какие-то скриншоты да что будем делать заказчиком если он постоянно нам кантри продюсер закидывает в неправильную конфигурацию но хорошо предположим там там один сайтик да предположим он один раз протестировал на каком-нибудь экзотическом браузере а второй раз на нормальном как вот нам с этим бороться чтобы один раз когда скажем волки волки мы побежали выяснили что там это интернет-эксплорер шестой успокоились а в другой раз это chrome последней версии который признал произошел скажем из-за апдейта вчера то есть мы что как с этим бороться вот обязательная поля хорошо да то есть в принципе есть настраиваемые поля и да я с вами согласен и есть такой вариант шаблон какой-то заполнение дефекта то есть если это не джер предположим вы пишете действительно какая страница то есть может быть действительно совсем разная конфигурация страница конфигурация и собственно если у нас действительно один версия в том числе если это десктоп на и какое-нибудь приложение да вот то есть template какой-то ну в принципе у меня наверное все я тут немножко по выводам то есть мы главное мы не смотрим соответствие стандартам хотя стандарты нас могут научить но не забывайте к стандарту прикладывать вопрос почему зачем это нужно вашему процессу изучайте контекст от этого зависит ваши рекомендации как мы убедились на примерах не все так может оказаться скажем прозрачно и не все так плохо а иногда не все так хорошо чем сложнее проект тем интереснее то есть если вы что-то не находите это не страшно потому что в данном случае вы понимаете к чему нужно стремиться куда нужно расти и вам всегда можете изучить хорошие практики на данном проекте у меня все спасибо давайте вопрос мы с микрофоном или так я просто уточню чтобы ну единственный нюанс просто что все вопросы они не записываются да если не на микрофон мне вопрос такой больше жизненный нежели практически вот если этот аудит внешне как люди к нему относятся вот люди строили процессы старались работали это кто-то приходит и начинает придираться к тому кто следует что не плохо люди работают что он вот все не так делает как вообще решаются такие конфликты и в итоге чем заканчивается это аудит то есть лиды тест менеджеры справляются согласно замечаниям аудитора или они да да все хорошо а потом что вставляется как есть очень хороший вопрос давайте по порядку пойдем как ну что делать если вы действительно приходите на процесс где все вот как бы сказать уже как бы настроены все довольны все все устраивает правильно ну как я говорил тут важно заручиться поддержкой то есть тут важно кто запрашивает этот аудит в одном случае конечно предположим это один из тест инженеров проекта которого может что-то не устраивать у него веса как бы чуть-чуть поменьше да а другое дело это когда ты слит этого проекта сам заинтересован данном аудите ну и третье когда тест менеджер второе о чем следует помнить это что вам самим нужно объяснять то есть когда вы объясняете то есть аудит это очень страшное слово поэтому я даже не использовал его название доклада как вы заметили оцениваете процесс помогаете сделать его лучше вот как бы нужно на этом делать акцент что вы пришли не для того чтобы кому-то там скажем уволить и так далее вы пришли чтобы помочь подсказать поделиться опытом то есть это больше как но я бы сказал такой тренерский подход вот как то так вторую часть вопроса напомните пожалуйста было по поводу да я хотела узнать как относится к этому сама команда и потом они следуют замечаниям аудитора как они просто скажут да хорошо а потом просто как есть остается да спасибо за вопрос на самом деле действительно если опять же инициатор аудита не какой-то там заинтересованное лицо то никто ничего делать не будет поэтому в данном случае нужно не только человек который сделает этот аудитор который будет помогать внедрять эти изменения и контролировать их внедрение ну я имею ввиду что это один человек делает если он есть тогда все идет гораздо лучше вот если его нету то никому ничего не надо так и получается спасибо заклад расскажите как это в вашей практике связано ли с agile методологиями и работаете ли вы после результата аудита вот то что спрашивает как 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 относится команда то есть продолжаете ли вы работать с командой непосредственно с самыми обычными людьми не с менеджерами проектов тестировщиками с автоматизаторами со всеми людьми вовлеченными в процесс и объясняя им причины что происходит как происходит и почему должно быть по-другому и здесь вас докладе нету как бы разбора именно причины зачем делать аудит вы очень много на этом заострять внимание на непонятно как бы как ее выяснить эту причину и понимают ли те участники для которых делается аудит и которых вы аудируете причину вашего вообще появления и производства этого аудита спасибо так сейчас начну с последней части понимают ли участники команды аудит и причину аудита смотрите но тут действительно очень важно со стороны т следа сформулировать что что какая ключевая причина и чем точнее она сформулирована будет тем лучше на самом деле то есть причина в чем мы продал бы в м в качестве то есть много дефектов спорода это уже конкретная причина они у нас что-то болит или заказчик недоволен тестировать заказчик не понимает в чем что вообще за команда тестирования на что делает то есть девелопера понятно там код пишут а тестировщики там тест кейсы пишут которые никто не читает то есть нет визибилити команды мы хотим перейти из двухнедельных спринтов к недельным спринтам то есть ускорить деливери это вот причина аудита которые следует добивать смотрите как по поводу в первую часть вопроса по поводу объяснений работы с командой есть разные рекомендации есть рекомендации достаточно простые то есть рекомендации скажем мы продал бы ваем в качестве потому что очень много дефектов спорда начинается с того что эти дефекты продов спорда просто не собираются не анализируется то есть в данном случае вопрос в том чтобы отдельно отмечать эти дефекты спорда по ним проводить рутко с анализом то есть и если скажем так на презентации ваших обнаружения рекомендаций команда понимает особенно человек тот который внедрять будет если ему понятно как проводить рутко с анализ принципе все ок если ему непонятно конечно понадобится ух 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 больше две недели надо обоснованием что любит ваш заказчик что вы любит ваш менеджер он любит цифры графики причем интересно что чем проще цифра тем понятней то есть дан был я единственное наверное его слайд не включил я еще один раз рассказывал там были с примерами давайте сейчас сейчас я попробую пример вспомнить ну самый простой пример дефекты за заказчик недоволен качеством смотрим анализ пропущенных дефектов анализ пропущенных дефектов по спринтам показывает два наиболее проблемных спринта начинаем выяснять почему в этих спринтах все так получилось там были hotfix то есть собственно процесс регрессии был настроен на то что вот мы мы такие клевые мы гоняем регрессию все на всех конфигурациях то есть как только hotfix мы не знаем что делать то есть недостаточно опыта и вторая часть как бы обнаружением было что когда мы проанализировали дефекты найдено из продакшена по причинам могли бы их мы обнаружить раньше и где они были пропущены выяснилось что там 33 процента дефектов было пропущено в регрессионном тестировании то есть они могли быть найдены то есть вот конкретные измерения то есть регрессионное тестирование так я я вспомню регрессионное тестирование проблема заключалась в том что она проводилась все на всех конфигурациях то есть конфигурация было штук восемь регрессионное тестирование занимало два часа то есть два часа на восемь два дня то есть вот команда занят с другой стороны они прогоняли одни и те же тесты и новых дефектов не ходили очень хорошо ему зашло исследовательское тестирование то есть команда которая находила не команда человека один выделено который занимался исследовательским тестированием во время регрессии и во времени фича тестинга это чтобы находить их немножко раньше самое интересное что потом анализ показал что количество найденных дефектов там уменьшилось втрое причем дефектов которые мы стали находить треть была найдена исследовательским тестированием то есть но может взаимосвязь все-таки есть причина следствия ну вот вот пример еще вопрос ну я я как бы буду здесь вопросы можете задавать в кулуарах я буду рад на них ответить все всем спасибо